25 лет дипломатическим отношениям Казахстана и Японии исполняется в следующем году. За четверть века страны наладили сотрудничество в разных сферах. Японская сторона периодически принимает участие и в съездах мировых религий, поддерживает Казахстан в части обеспечения международной безопасности. И вот стало известно, что Токио примет участие в казахстанской выставке Экспо. Но и стремится еще есть к чему. Потенциал двусторонних отношений только-только раскрывается. Айгуля Дилова тоже увидела перспективы между страной восходящего солнца и сухопутным Казахстаном, нашедшим выход к морю. Нурсултана Назарбаева в Японии рады видеть всегда. Поэтому к официальному визиту главы Казахстана здесь готовились тщательно. Ему в стране восходящего солнца придают особую значимость. Японцы каждой детали подходят скурпулезно. Казахстанские флаги по всем центральным проспектам Токио. Так встречают высоких гостей. Император Японии Акихита встречает главу Казахстана у себя в резиденции. Здесь Нурсултан Назарбаев – особо почетный гость. Самой высокой государственной наградой Японии его уже награждали. Во время этого визита император подчеркивает тесное взаимодействие двух государств. Особенно по одному важному для двух стран вопросу. Обе страны не понаслышке знают, что такое ядерное оружие. Поэтому государства и выступают за его нераспространение. Еще один вопрос – экономика. Локомотив двустороннего сотрудничества. По особенному теплу казахстанского лидера встречает премьер-министр Японии Синзо Абе. Нет у двух стран перекрестных или спорных вопросов. Но в то же время активного экономического роста пока тоже не происходит. Хотя потенциал есть. Предстоящий визит однозначно придал стимул развитию отношений. Казахстан – крупнейший торгово-экономический партнер. Япония в Центральной Азии и наоборот. Как объем нашего товарооборота пока полтора миллиарда американских долларов. Это не тот уровень, который имеет соответствующий потенциал. И мы будем неуклонно расширять горизонты нашего взаимодействия. В том числе в высоких технологиях, в сельском хозяйстве, атомной энергетике, автомобилестроении и металлургии. В настоящее время основными экономическими вызовами для Японии являются снижение мировых цен на энергоносители. Замедление экономических темпов развития в быстро развивающихся странах. Если смотреть с точки зрения казахстанско-японского сотрудничества, есть большие перспективы в новых экономических условиях. Казахстан и Япония – крупные внешнеторговые партнеры. Тем более, что модель развития страны – пример для стран Центральной Азии. В том числе и с точки зрения стабильности. Для Японии сотрудничество со странами Центральной Азии тоже важно. И Казахстан здесь играет особую роль. Для международного сообщества очень важна стабильность Центральной Азии, где расположен Казахстан. Япония вносит свой вклад в стабильность развития этого региона в рамках диалога Центральной Азии и Японии. А Казахстан – особенная страна в этом разрезе гарант спокойствия. Мы подписали совместное заявление, направленное на дальнейшее развитие стратегического партнерства между нашими странами. Этот документ станет нашим дальнейшим ориентиром, в том числе по вопросам, которые мы считаем важными. Улучшение инвестклимата в Казахстане, способствование деятельности японских компаний на территории вашей страны. Тем более, что по мировым бизнес-показателям Казахстан в одном ряду с быстро развивающейся Японией. Но там, где растет обрабатывающая промышленность, важны инвестиции и трансфер технологий. И то, и другое могут обеспечить японские компании, которым весьма выгодно вкладывать страну с уникальным географическим положением. Сегодня прошло заседание совместной межправительственной комиссии. Завтра я буду встречаться с капитанами бизнеса Японии, и мы конкретно обсудим наши экономические связи. Мы также рассмотрели вопрос расширения гуманитарных связей между нашими странами. Сегодня Япония одна из главных участниц процесса формирования адекватной архитектуры и межгосударственных взаимоотношений, в том числе в Центральной Азии. Мы активно участвуем и ценим это участие. На встрече стороны подписали двусторонние документы о сотрудничестве по разным направлениям. Но особо важный вопрос для двух стран – нераспространение ядерного оружия. В Совете безопасности ООН Казахстан и Япония намерены вести совместную работу по борьбе за безъядерный мир. Каждые переговоры на высшем уровне между Казахстаном и Японией всегда вносили существенный вклад в укрепление двустороннего сотрудничества. Этот визит главы Казахстана показал, что стороны способны обсуждать вопросы в многостороннем формате. А уже завтра Нурсултан Назарбаев встретится с руководителями крупного бизнеса Японии. В Токио прибыла внушительная казахстанская делегация. Но с особым трепетом речи президента Назарбаева ждут Хиросиме, которая так же, как и Казахстан, пострадала от ядерного оружия. Айгуль Адилова, Едаль Ермикпай, Абдуллад Хинтибеков, Хосен Умаркулов и Алмаз Умаргалиев при поддержке телерадиокомплекса президента. Итоги дня. Япония. Токио.